Костанайский энергоцентр обратился в департамент естественных монополий с просьбой увеличить свой тариф. Все дело в том, что по их подсчетам они недополучили доход. Собрать его необходимо до конца года, так как с 1 января 2025 года деятельность КЭЦ будет прекращена из-за того, что в стране внесли поправки в закон об электроэнергетике. Так перестали работать уже нерегулируемые энергоснабжающие организации. А с нового года с рынка уйдут и гарантирующие поставщики. Каким и является КЭЦ. С нового года потребители области будут обслуживать только одна энергоснабжающая организация. До этого времени КЭЦ хочет увеличить тариф, чтобы покрыть свои долги. В связи с прекращением деятельности до КЭЦ с 1 января 2025 года необходимо получить возмещение недополученного дохода до конца 2024 года. То есть рассчитать на оставшийся до конца года полезный отпуск для полного погашения долга перед поставщиками электрической энергии. В случае, если указанные затраты не будут возмещены, не будет возможности осуществить расчеты с единым закупщиками электроэнергии, а также другими субъектами энергорынга. Действующий тариф они просят поднять почти на три тенге. Руководитель департамента по регулированию естественных монополий не отрицает, что упущенная прибыль есть. Но все нужно тщательно рассчитать. Сумма может и измениться. И, возможно, процент повышения тарифа окажется ниже запрашиваемого. Кстати, последний раз тариф на электроэнергию поднимался 1 июля. Необходимо разобраться. То есть изначально 1 июля мы заложили объем 888 миллионов киловатт-часов. Сейчас просматривается объем 904 миллиона киловатт-часов. С этим учетом департамент проведет анализ и согласует, естественно, обоснованную цену до конца года. То есть, естественно, есть определенные причины, по которым вышел субъект. Но при этом никто не отменяет тот анализ, который необходимо провести. К единому мнению на публичных слушаниях не пришли. Антимонопольщики заявили, что к КЭЦ имеются еще дополнительные вопросы. По словам Ильяса Елемисова, у ведомства недостаточно данных для полноценных расчетов. Анализ продлится до 30 августа. И после они предоставят свой ответ. Насколько повысится тариф? Валерий Тощев, Алияда Смагомбетова, РТН.